Продолжение следует... В описании рассказывающая о празднике Киома Кипурим. Хочу только сказать, что на смену трепету и ожидании судов божьих приходит радость в канун празднования праздника постановления Кущ, который на еврейском языке называется Суккот. Этот праздник начинается 15 числа месяца Тишерей и следует на протяжении 7 дней. В Писании мы читаем о нем так. Книга Левитва и Кра, 23 глава, 34-й. Передай сынам Израилева в 15-й день этого 7-го за праздник Суккот, 7-дневный праздник Господу. И 42-й. Живите в шалашах 7 дней. Каждый коренной житель из сынов Израиля должен жить эти дни в шалаше. Там еще в чередовании этого праздника есть такой праздник, который называется Шмени Ацерет. Праздник по непонятной мне причине забытый абсолютно христианскими толкователями. У меня будет урок отдельно посвященный этому празднику. Я не буду о нем говорить отдельно. Сегодня же тема нашего рассуждения именно праздник постановления Кущей или как называем мы его в Израиле Суккот. Куща, шалаш, сука, как это на еврейском языке, это очень легкое строение. Часто говорят о празднике Суккот, говорят, и так написано в принципе и в тексте, что мы вспоминаем тот период, когда вышли из Египта. Однако не весь период после выхода из Египта, живя в пустыне, Израиль жил действительно вот в таких простых кущах. Ставились шатры, а шатер это фактически дом кочевников, которым было достаточно комфортно. Откуда же пошло именно такое название и почему именно куща? Я предложу вам свое исследование, но если вы с ним не согласитесь, это ваше полное право. В книге Шмот, Исход, 13 глава, 20 стих написано так. Они двинулись из Суккот и расположились Станом в Этаме на краю пустыни. Есть такое местечко, которое называется Суккот. Это место встретилось еврейскому народу на следующий день после того, как они вышли из Египта, и они остановились там. Наши рабоним говорят о том, что они пробыли в этом месте ровно один день, и уже на следующий день после этого они двинулись дальше. Если они пробыли там один день, то никаких долгосрочных палаток они поставить, естественно, не могли. Они могли поставить вот такие кущи, небольшие шалаши, чтобы чисто спрятаться от зноя. Почему у меня это вызывает ассоциация? Дело не только в том, как называлось то место, но еще и в том, что это очень особенный период в жизни, в истории Израиля. Еврейский народ уже начал жить под опекой Бога. Мы читаем с вами, что уже их облачный столб накрывал, сопровождая их в пустыне. Но вместе с тем они еще не успели нагрешить, не успели появиться все те проблемы, которые в дальнейшем появились в народе Израиля. И вот именно в память об этом и появилось, на мой взгляд, вот это название Суккот, когда еврейский народ вспоминает о том, что в принципе, конечно же, весь период своего пребывания в пустыне они жили под полной опекой Бога, когда Бог давал им и еду, и воду, и защищал их от жары, и от врагов. Но вместе с тем вот этот маленький кусочек, когда они еще не успели ничем Господа прогневать, он особенно ценен. Именно поэтому вот в период этого праздника в Израиле принято, что ставят такие шалаши, чтобы было видно небо в память о том облаке, которое прятала Израиль от жары. В этих шалашах едят, пьют, устраивают веселые праздничные трапезы, встречают гостей, танцуют и даже спят в шалаше, если хотят. Конечно, в этом году, в году карантина, нам не очень повезло с этим, да, и многие эти вещи делать законом запрещено. Но вместе с тем мы должны понять, что это большой праздник для еврейского народа. Он относится к так называемым праздникам Шалаша Мераглим, то есть это один из трех праздников, паломнических праздников, когда каждый мужчина должен был прийти в храм для того, чтобы принести в храме жертву. Как мы с вами прочитали, и как я уже сказал, это дни, когда Израиль радуется. Чему же радуется народ Израиля? Трижды на страницах Священного Писания, когда мы читаем с вами об этом празднике, Господь говорит еврейскому народу, что мы должны веселиться и разнидываться в этом празднике. Ибо Он даровал нам плоды, которые мы приносим перед Его очами в эти дни, приносили в храм во всяком случае. Знаете, труд земледельца очень тяжелый труд, наверняка многие из вас с ним знакомы. И есть такая опасность, что когда ты вырастил плод, что ты скажешь, что рука моя это сделала. Праздник Суккот помогает еврейскому народу помнить, кто действительно дает ему вот эти плоды. Интересно, что в древней традиции предписывает еврейскому народу, собственно, Тора, если быть точным. Мы с вами читаем об этом в книге Воикрали, ведь 23 глава здесь записана так. И возьми себе в первый день праздника плод великолепного дерева, побеги финиковых пальм, ветви дерева густолистного и речных ив, и веселись пред Господом Богом вашим семь дней. Плод великолепного дерева – это то, что сегодня мы в еврейском языке называем «этрок». Это своеобразный вид цитрусовых, он обладает прекрасным запахом и вкусом. Дальше побег финиковой пальмы, то, что мы называем люляф, берут от дерева финик, финиковой пальмы. Плоды финиковой пальмы очень сладкие и вкусные, но при этом они не пахнут. Дальше ветви густолистного дерева – это адас или мирт, как это по-русски называется. Он прекрасно пахнет, но при этом абсолютно несъедобен. И ветви речной ивы – она несъедобна и не имеет запаха. Интересно, что на эти арбоменим есть толкование, подобное тому, что еще дал, когда рассказывал ученикам и народу притчу о сеятеле. Я не буду в это сейчас углубляться, но если увидеть, то тут есть безусловные параллели. Так вот, вот эти четыре миним, четыре растения, каждый еврей должен был взять вот так. И в соответствии с традицией совершается молитва в шесть направлений. Почему в шесть? Потому что четыре направления – это четыре стороны света и плюс в небо и в землю. Почему? Потому что все, что есть у человека во все века небесное и преисподне принадлежит Господу. Интересно, что подобную картину, вернее, подобную молитву мы с вами находим на страницах Нового Завета. Если мы с вами читаем откровение от Йоханана, 7 глава, 9-10 стих записано так. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог пересчесть, из всех племен, колен и языков и народов, стояло пред престолом и пред Ангцем в белых одеждах, и с пальмами ветвями его в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Ангцу». Конечно, здесь не упоминаются слова «арба-меним», но дело в том, что это написано-то не на еврейском языке. Я думаю, что если бы писал автор на еврейском, то они бы, безусловно, были упомянуты. Ибо это молитва, которая совершается в Царстве Божьем, о чем мы будем еще немножко дальше говорить. Еще один очень интересный момент мы находим на страницах Нового Завета. Если читаем Евангелие от Йоханана, 7 глава, 37 стих, здесь записано так. «Вот в последний день праздника Гошана раба еще встал и провозгласил, «Всяк жаждущий пусть приходит ко мне и пьет». Наверное, не все вы знаете, что в древние времена в храме была еще одна очень большая традиция, которую совершал еврейский народ. В те дни, когда праздновались праздники постановления кущей, и когда приносились храмовые жертвы, помимо плодов в храм приносилась еще вода. Почему? Это конец засушливого периода, и вода – это самое дорогое, что было в этот момент у еврейского народа. И священник торжественно выливает воду под ножью жертвенника. И вот в этот седьмой день Гошана раба, кстати, хочу сказать, что это буквально переводится как последний день, великий день праздника, очень часто его путают со Шмени Ацеры, дождитесь моего урока по этому празднику, это не одно и то же, но именно в последний день Гошана раба была кульминация праздника, священник одевался в торжественные одежды, вышитые золотом, и приносил. Ему не нужно было бояться, как это было на Йом-Кипур, что с ним что-то может случиться, он просто приносил большое количество его подбурные восклицания со стороны присутствующего народа, выливал торжественно воду к подножию жертвенника. И некоторые говорят о том, что в эти дни воды в храме было настолько много, что люди стояли по колено в воде. И вот представьте себе эту картину, что находясь по колено в воде, Ешуа провозглашает вот эти слова, «Всякий жаждущий пусть приходит ко мне и пьет». Дело в том, что на протяжении всего праздника Суккот, и особенно в последний день праздника, и во время Шмени Ацеры, Израиль очень сильно молится. Молится и просит Господа о том, чтобы предстоящий сезон дождей было как можно больше воды. Почему? Потому что для сельского хозяйства, для жизни в Израиле, это очень и очень важно. Более того, на страницах Священного Писания мы многократно находим, что вода – это жизнь, и она приходит с небес от Господа, а засуха – это наказание, которое Господь посылает народу, избранному за грехи. Именно поэтому в период, когда Израиль очистился, когда он молился и просил Господа прощения за все, чем пригрешил, он начинает просить о самом главном, что нужно для его жизни здесь, в земле обетованной, а именно о воде. И вот в этот самый момент Ешов предстает перед людьми и говорит, «Я – ответ на ваши молитвы. Всякий жаждущий, приди ко мне и пей». Как великолепно это звучит. И здесь мы потихоньку переходим к еще одной теме, которая безусловно находится в праздновании праздника Суккот, а именно связь между праздником и Царством Божьим. На страницах Священного Писания мы многократно находим подтверждение, что евреи связывали этот праздник с приходом Машеха. Почему? Когда Иона ставит кущу, когда апостолы видят преобразившегося Ешуа на горе Фавора, они ставят кущи. Во-первых, благодаря тому, что об этом мы читаем у пророка Захарии, Захария 14 глава 16 стих. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю Господу Саваоху и для празднования праздника кущей. Если вы почитаете 14 главу, там рисуется такая картина, что народы пришли на войну с Израилем, и они готовятся к тому, чтобы его победить. И сам Господь Машех выступает, 14 глава 3 стих, на войну на стороне Израиля и дарует им победу. И с этого момента начинается то, что мы называем тысячелетним царством Малхута Шем. В Израиле это принято называть Олам-Аббан. Это царствие, когда Машех сам сидит на троне в Иерусалиме и управляет всей землей. Особенное очень царство. Мы с вами читаем, что те же народы, которые приходили воевать против Израиля, будут приходить для того, чтобы поклоняться и праздновать праздник кущ. Больше того, в одном из текстов, в той же 14 главе написано, что те народы, которые не будут приходить на поклонение, будут наказуемы засухой. Вспомните то, о чем мы говорили выше. Интересно, что сегодня многие христиане на праздник кущ приезжают в Иерусалим для того, чтобы поклониться Господу. Но, безусловно, речь идет о том периоде, когда сам Господь будет здесь на земле вместе с верующими в Него и с Израилем. И Он будет править этим миром, сидя на троне в Иерусалиме. Именно поэтому праздник Суккот праздник уникальный. С древних времен в Израиле сложилась традиция, что в этот период, об этом мы читаем, например, в Талмудическом трактате Сука, посвященном этому празднику, 55 глава, сторона Б, где записано, что в эти дни 70 быков было заповедано принести по числу каждого из народов, живущего на земле. К слову сказать, считается, что в иудаизме, что одно и произошло, именно 70 народов, и они в дальнейшем расселились по всей земле. И Израиль таким образом приносит искупительную жертву. Конечно, сегодня нет храма и нет жертвы, но по-прежнему в Израиле существует традиция молиться за все 70 народов, которые Он объединит в конечном счете в Царстве Своем. Интересно, не знаю, заметили ли Вы эту логику, но она здесь, безусловно, прослеживается. Нароша Шана, или как он называется в Библии, Йома Труа, праздник труп, начинаются суды Божии, начинаются дни трепета, когда Израиль живет до самого Йома Кипурим в предвкушении того, что Бог совершит свой суд. Йома Кипурим, как я и говорил, у меня есть урок, посвященный этому, я дам ссылочку в описании, это день, по сути, провозглашения приговора. И вот, наконец, суккот, праздник Царствия Божьего. Другими словами, суд, искупление и царство. Заметьте, невозможно оказаться в Царстве Божьем, не пройдя через суд и искупление. Почему? Потому что на суде можно устоять только благодаря искуплению, только если ты приходишь с покаянием пред Господом. только тогда ты можешь устоять на суде Божьем и перед тобой могут открыться двери Царствия Божьего. Другого пути нет. Именно поэтому этот праздник для нас так важен и так нужен. И да благословит вас всех Господь, пройдя через Несуда и трепета, войти в Царствие Его. Бащем еще, амэн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова